Здравствуйте, мои дорогие друзья! Ну что, второй мой поход в банк. Здесь корона, когда-то здесь была омега, только с другой стороны вход. Сейчас её нет. Вчера, в субботу я здесь побывала. Походила, походила, но сюда уже не пошла. Но вон вижу, теперь строители 11А, озон, кухни. О, вон приорбанк. Вот туда-то мне и надо. Ну что, пойдём. Ну что, заглянула в банк. Может, нельзя здесь снимать, но я так пошла посмотрела. Там знакомый парень стал, заступил. Знакомая женщина. С ней всегда общаюсь, когда прихожу в банк. Я говорю, вас насовсем? Или временно? Она говорит, нет, говорят, насовсем. Ну, а там, говорит, будет видно. Вот, но пока, пока мы тут. Ну, в принципе, он такого же размера банк, как и тот кусочек был там тоже. Ну, только то, что далеко ехать. Ну, сегодня приехала, а дальше разберёмся. Ну, всё, прошлась. В корону я не пошла. Нечего мне там делать. Думаю, пойду я вот в Мегахэнд. Посмотрю, что тут. Скидки 60%. Работаем с 10. О, и кот-пёс есть здесь. А чё это я вчера его не видела, когда в короне было. Вот, ломбард, палас. Смотрю, нигде вроде не видно. Женщина шла, я у неё спросила. Она говорит, это, поднимайтесь на третий этаж, там где корон. О, нет, я говорю, не хочу я туда подниматься, не хочу идти. Здесь вот всё раскопано. Раскопано. Ну, а до автобусной остановки мне надо идти вот. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Потом через дорогу. И потом ещё идти, и идти, и идти. Вот. Туда. Туда, где за деревом ларьки светятся. А здесь вот что-то копают. Ничего больше здесь интересного нет, поэтому и показывать нечего. Всё, девочки, мальчики, я дома. Я дома, хорошо, что не одела куртку. Не нагрузилась, потому что тепло на улице. Тепло. Но я, правда, байку отделала теплейшую. С жилеткой. Всё нормально, всё хорошо. Что-то у меня замок стал. Заедать. Вот. Никуда не ходила, ни по магазинам, никуда. Ох, отсигнула наконец-таки. Вот. Пойду переоденусь. И есть хочу. Вы знаете, хочу есть уже. Поэтому сегодня хочу жареной картошки. Я уже хочу картошки, наверное, дня три. Но всё занято своей картиной. И не могу оторваться. Не могу никак оторваться. Сыра на улице. Всё, чёлки нету, ничего нету. Зашла только прямо на остановке в магазин в 7 пятниц. Купила два уценённых мороженая. Я говорю, они что, старые уже? Она говорит, нет, просто мы распродаём. Может быть, будем убирать этот самый холодильник. Мороженое больше не будем брать на зиму. Но его уже теперь мало кто покупает. Вот. Там и этого, и каприза этого осталось чуть-чуть. Сейчас сварю себе кофеёк. С мороженым выпью, чтобы голод утолить, который у меня есть. С ней мне повезло. Туда немножко долго ждала. Пока пришла маршрутка. Потому что другим тогда, ой, далеко ещё дальше надо было пойти. Вот. Банк мне понравился. Там все знакомые лица. И говорят, что надолго мы сюда. Может быть, и навсегда. Не знаем точно. Вот. Так что, говорит, учитесь. Учитесь банкомат. Банкоматом работать. Я узнала, что банкомат у нас есть на рынке. Вот. Но это надо, чтобы, конечно, кто-то научил меня. И, похоже, придётся. Потому что каждый раз вот так вот, чёрт не знает, куда тягаться. Вот. Это как-то прямо неудобно. Район, тем более, там такой. Ни магазина нигде рядом нет. Вот этот только корона, которая мне ужасно не понравилась. Вот. В которой всё дороже. И то, что бы я хотела, там всё равно нет. Поэтому вот я, когда в прошлый раз вот в субботу приехала обратно, я подумала, какой у меня хороший район. Какой у меня хороший район. Выходишь, несколько шагов, у тебя рынок, овощи купишь. На рынке магазины, гана, курицу, курицу и все вот эти вот всякие-всякие упаковочки купишь. Один продовольственный магазин, второй продовольственный, молоко, сыры, всё, что хочешь. Жаль только, что вот именно Ян Цародел вот этот вот убрали. У нас перенесли они дальше туда на площадь, сняли отдельный магазин себе. Вот. И я думаю, что туда народ мало стал ходить. Здесь всегда были очереди. Что ты там чмыхаешь? Чего ты залез на стол опять? А? Чего ты на стол залез? Ему нравится вот, чтобы, понимаете, на уровне лица быть. Он смотрит тогда в глаза. А я потом целый, бесконечно столы мою. Вот. Но он не понимает, он не хочет понимать. Он не хочет понимать, что на столе нельзя. Нельзя на столе. Вот. Но бить же я его не буду, правда. Я ему объясняю, а он не хочет. Понимаете? Ему так удобно. Удобно. Я умываюсь в ванной. Он придет тоже на ванну залезет и смотрит. Вот, чтобы я его погладила, чтобы я ему глазки помыла. В общем. О чем я? О том, что самый лучший район. Теперь еще и копеечку сделали. С другой стороны. И мясная лавка там. И куриная, и свиное, и говяжье, и колбаса. И тоже. Что-то я стала покашливать. Вот. И вот это вот семь пятниц спиртное. Но там еще есть тоже. Так вот можно, знаете, как это сказать. И выпить, и закусить можно все купить. И рядом коммунарка. Я говорю. Я с Аришкой тоже разговаривали. Я опять это письмо прислали. Приглашение, чтобы она квартиру, значит, в Хренковичах, так скажем, начинала строить себе. Она говорит, я не хочу. Я не хочу. Со своего района никуда не хочу. У нее там, она подальше от меня живет. Но там тоже выход на Гагарина. И сразу как раз через переход сразу же магазин. И школа, говорит, рядом у меня детский сад. Рядом. А там, говорит, слушала. Но она там в этом обществе матерей этих многодетных, говорит, рассказывали, кто уже там строит квартиру. Это вот-вот получать. Говорит, что, значит, на детский садик занимали очередь за два дня. И то, говорит, сотая была на детский садик. Женщина там одна писала. Вот так вот. На большие районы благоустройства такого нет. И у нас тут выходишь, у нас тут зелень, у нас тут чистый воздух. А там что, одни коробки эти стоят? А ведь когда-то я хотела квартиру. Вы знаете, мне кажется, что вот те квартиры старые, там не было лифтов, но квартиры, дома были как-то уютнее. Они были как-то теплее. Не в том отношении, что вот хорошо топили, а просто вот какие-то они были более живые, более теплые. Ну, не знаю, вот так вот мне казалось. Ну что, мои хорошие, пойду я переоденусь. А то мое мороженое положила на столе. Оно тут сейчас растает. Да, уже начало таять. Вот, пойду переоденусь. Не знаю, буду я вам что-нибудь еще рассказывать или нет. Или уже стоит его собрать это. Все, пойду паспорт на место положу. Надо же это самое, надо же теперь все, деньги положила. Надо же оплатить все. Надо все оплатить. Вот, смотрела, что еще на телефонах еще у меня. Еще можно, еще денек-другой можно поговорить. Все, пока отключусь. Так, я не вижу, у меня включилось там или нет. Да, записывается. Все, девочки, я закончила свою картину. Вот. Вот такая она у меня яркая, красивая получилась. Надо приделать только вот эти вот весюлечки и куда-то ее пристроить. Куда-то пристроить так, чтобы я ее постоянно видела, пока она мне не надоест. Это я смотрю, я поставила кофе вариться. И достала мороженое, мороженое. Фух. Устала я, устала. Положила на тарелку. Такое вот оно. И ты тут как тут. И ты мороженого хочешь. А может тебе еще и кофе налить? Надо немножко опустить. Значит, поймаю кофе. А потом настрою камеру. Потому что слышу, оно уже шипит. Фух. Погода-то влажная. Я же выходила. Оришка мне сказала, что дождя до 4 часов не будет. Ну и я вышла. Без зонтика вышла. Пару шагов сделала. Дождь заморосил. Еще ниже можно, да? Еще ниже можно сделать. Далековато я. Слышно меня интересно там или не слышно? Было погромче говорить. Сегодня у меня такая красная крышка. Крышка. Кружка, которую мне Марина подарила. Марина Рус. Она теперь почти не снимает для Ютуба. Может что-то бывает так вот. Когда поймаю, посмотрю. А так она на этом. Как они называют? На дзене на этом. Говорит, переходите на дзен. А я как-то, я там сделала эту страницу. Но дело в том, что я почему-то не могу туда зайти. Я там даже была, скинула несколько этих. Несколько видео. Но они у меня записывались очень долго. И я это дело бросила. Так, девочки, я постараюсь сесть поближе. Но тут шмяк занял. Шмяк занял мое место. И у меня еще картина здесь. У меня еще здесь картина лежит. Я ее никуда не убрала. И оставшиеся эти бусинки. Ну что, ты будешь посидеть тут? Может ты уйдешь, дашь мне сесть? Ни да, ни нет. Вот просто сидит, дремит. Вот. Он в последнее время сидит вот на этом высоком стуле. А я же поставила сюда камеру. Поэтому, поэтому скажи, ты там заняла, я тут занял. Да? В принципе, банк мне там понравился. Все там хорошо, чистенько, светленько. И туда хорошо, удобно на маршрутке. Раз, доехала остановка, вперед немножко прошел, уже на месте. А вот обратно идти, как две остановки точно. Среди раскопок. Ну, это что-то у меня с этой самой, со светом. Чего он там как будто капает. Я уже прислушалась, я уже теперь понимаю, что дневной свет. Вася тут звонила. Он говорит, нет, я сейчас не приеду. Нету денег. Теперь очень дорого яздить в город. Вот. У них не так маршрутка стоит, как у нас. Теперь другие там цены. Поэтому, говорит, сейчас не могу. Уже денег от получки нет. Откладываю. Говорит, надо дрова покупать. Говорит, дотянули. Уже надо было топить. Но, говорит, дотянули, надо покупать дрова. Поэтому откладываю. Вот так вот бывает. Ни дочка, ни зять, ни это самое. Не думают, а он думает. Ну, теперь это не мои проблемы. Раньше вечно. Я думала... Ну, меня все время ругался. Что ты торопишься? Что ты там то и сё? Вот сделаю там то. А я такая, что... Мне нужно будет откладывать на потом. Мне надо... Если я что-то задумала, значит, я должна это сделать. Тогда я буду спать спокойно. Что руки нюхаешь? Я ж руками не ем. Ты мороженого хочешь? Потом и когда останется, я тебе дам. Ну, вот. А что-то я вам ещё хотела рассказать. Что-то я ещё хотела... А! Посмотрела я видео... Миссу Лен, по-моему. Я давно не смотрела её. А в России уже... Я не знаю, ну, с Ленинграда или она с Москвы. Но главное, что с Россией. И там уже в фикс-прайсе... Ты не будешь кофе пить! Ты не будешь пить кофе! Уже в фикс-прайсе всё новогоднее. И я там уже высмотрела. В общем-то, мне не надо ни гирлянды, ничего. И вообще, я в этом году решила, ёлку даже ставить не буду. У меня много маленьких ёлочек разных. Две штуки у меня такие уже... Ну, готовые я покупала. Я их на Алиэкспресс заказывала. С этими... С игрушками там совсем. И я решила не буду ставить ёлку, наряжать. Что-то мне... Вы знаете, как-то вот с каждым годом всё меньше хочется. Меньше хочется нового года. Хочется, чтобы он наступил быстренько. И чтобы быстро стало лето. Время, конечно, не надо торопиться. Иначе эта жизнь бежит, правда? Вот, ну вот так вот я решила. Ну, там будет видно. Будет видно от настроения. Ну, она там показывала домик. Там их много разных. Ну, один мне понравился. Да не могу. Да, сопли потекли. Девочки, на сборку у меня начался. Я даже с собой стекляшки брала. Думаю, а вдруг я в автобусе начну кашлять. Это совсем нехорошо. Ну, дети приходят. Все сопливые. Все сопливые, все с кашлем. На больничную отсидели. Не знаю, вот сегодня вроде бы Миша должен был уже в сад идти. А Матвей, говорит, начал покашливать. Ночью плохо спал. Ну, они друг от друга и мне потом. Ну, так как нету температуры, то почему бы не выйти на свежий воздух? Вот, так что хочу завтра в фикс-пайс. Не уверена. А узнать, у кого можно узнать? У меня таких особенно любителей нету, по фикс-пайсам гулять. Не знаю, вот Таня ходит в фикс-пайс или нет. Люда бывает изредка. Но она когда ее... Завтра ее опять попросили поработать. Она, говорит, неделю отдыхала. На последний раз пришла, убрала листву эту огуречную уже, собрала последние огурцы и потом вот сидела дома, потому что, говорит, еще плохо чувствовала себя. За три дня температуру сбила, но плохо себя чувствовала. Неделю сидела дома. А во вторник пойдет подработать. И говорит, так хорошо, когда подработка есть. Я говорю, естественно. Я знаю. Я знаю, когда меня просили поработать там летом. Один месяцок, один, другой месяцок, другой. Это такая помощь была. Можно было себе больше позволить чего-то. А сейчас уже, конечно, все мои знакомые, все поуходили с рынка. Что ты взглядом проводишь в мою руку? Я тебе оставлю мороженого. Будешь ты его есть или нет? У меня крысик был когда-то коричневый. Такой умный. Такой умный был крысик. Четыре года отжил. Мороженое. Страх, как любил мороженое. Так плакали, когда он умер. Вот так вот, мои хорошие, вот такие вот дела у нас. Сейчас буду Арише звонить. Во-первых, надо оплатить телефона, интернеты. Что еще у меня... Не знаю, буду ли я заказывать. У меня закончилось жидкое мыло на кухне. В ванной такой лежит у меня кусочек мыла. Я в Фаберлике заказывала такой ручной работы. Такой красивой. Не то, что там какой-то кот, собака, там просто обыкновенный кусочек мыла, но оно такое красно-розовое, переливыми, мне так нравится им руки мыть. А здесь на кухне у меня вот это вот убивающее запахи, оно у меня закончилось. Ну, не знаю, у меня прямо как-то больше ничего и не надо. Я сначала была, надумала, там тени новые. Думаю, может, надо было, потом посмотрела. У меня еще в запасе тени лежат. Тоже в Фаберлик заказывала. Думаю, зачем мне это надо? У меня все есть, ничего мне не надо. Пусть лучше деньги были, правда? Тем более впереди. Впереди предновогодняя эта суета, придешь в этот фикс прайс, обязательно что-нибудь захочется. Вот, так вот, очень хочу этот самый, этот домик хочу. Туда можно поставить светильничек. Он так будет интересно светиться. А еще мне там понравились свечи. По три штучки в коробочке. Или яблочек, или апельсинка, или елочки. Вот свечи я очень люблю. Их потом, правда, жалко зажигать. Но они так красиво будут стоять. Вот у меня здесь, знаете, на двойной стоят мандаринчики. Когда-то Таня мне на день рождения, такая добавочка была к подарку. И вот зажигать жалко. Стоять так. А когда мальчишки приходят, Мишка сразу бежит. Ариша говорит, это не мандаринки, это свечки. Он, м-м-м, за мандаринками. И что я еще жду? Я жду мандарины. Грузинские, абхазские. Вот те я люблю. Я вот этим вот марокканским, я к ним как-то равнодушна. Ариша наоборот. Говорят, дети любят сладенькое. А я говорю, я люблю кислые, живые, свои мандаринки. Люблю. Вот. Ну, что, девочки? Ну, наверное, все. Наверное, все. Надо быстренько мороженое доедать. А то оно тает и тает. Ну, вот. И шмяку. А то он уже все. И зашел с влюной. Ждет, ждет. А ему ничего не дают. Мне лучше я ему со своей ложки давать. Правда? Если я ему разрешаю по столу пройтись, так я сразу потом раз-раз влажными салфетками все это помыла, почистила, протерла. А то со своей тарелки я, конечно, с ним не кушаю. Да? А ты хочешь, да, со мной вместе? А ты хочешь со мной вместе? Он завтракал, он завтракал. Но я уходила. И он, естественно, не остается. Может, зимой будет оставаться дома. А если я только за дверью, он следом. Он следом за мной. Он следом за мной. Девочки, а вчера я уже устала очень. Это самое, заниматься картиной своей. Хотела быстрее докончить, но все равно потом у меня разболела спина, брусила, плюнула на все и пошла, легла. Легла к телевизору. Какой-то фильм по одной программе, по другой, по третий. Я ждала, в общем-то, ждала... Как она называется передача? Точь-в-точь. А ее почему-то не было. У нас что-то передвинули каналы. Они совершенно по другим номерам стали. Я уже искала везде. Думала, может быть, куда-то... Уже не на тот канал я захожу. Но там же есть в уголочке это самое. Так я не дождалась. Он пришел ко мне. Я была накрыта пледом, потому что мне что-то прямо было прохладно. И я его... Обычно на ногах лежит. А тут и толкается, и толкается, и резет. И вот сюда вот, вот здесь вот свою голову положил. Улегся, скрутился. И вот так вот он на мне лежал. Я его не пускала, а он все равно сюда улегся. Я говорю, чего ты сюда улегся? Что у меня здесь? Чего ты мне на сердце давил? А? Лечил меня? От чего ты меня лечил? Я хорошо себя чувствую. А он, наверное, чувствует что-то другое. Все, мои хорошие, на сегодня все. Хорошей вам погоды. Пусть дождя не будет. Пусть будет еще тепло у нас. Но сегодня у нас где-то 11 градусов. Вот. И там... Может быть... Ну, на 1 градус максимум поднялось. Но на улице нет ветра, поэтому я как-то вот вышла, посмотрела. И думаю, не буду пока куртку одевать. Могу одеть даже пальто. Но нет, не то. Не то, которое я на зиму купила. А у меня такое... Ну, как драповое, что ли. Я это самое покупала его с капюшоном. Но под него, конечно, надо одеть... Уже не джинсы. Под него надо одеть сапоги. Сапоги старые у меня, осенние, есть. Длинные-длинные. Ну, что-то вот совершенно не хочется. Я ненавижу колготки, девочки. Ненавижу колготки. Когда-то... В молодости, конечно. Когда я работала в кинотеатре, там, где тепло, там, где ты раздетый. Да, и юбки, и колготки. Красивые сапоги длинные. Все это носилось, все это было... Надо было быть в хорошем состоянии. Сейчас я хочу, чтобы попроще. Мне вот очень нравится. Начинается холод. Спортивный костюм. Ну, милое дело. Раз-раз штаны натянул, байку одел. Дождь пошел, капюшон одел. Стало холодно, жилетку наверх. Чудесно. Вот пока сейчас в туфлях. Нет, не в балетках. В туфлях, что я с Турции привезла. Потом ботинки. А вот которые ботинки. Потолще подошла. Вот их надо было бы отвезти в ремонт. Я за лето это ничего не сделаю. Ничего, потому что везти далеко надо. Опять это надо, черти знает, куда тащиться. У нас за базаром была мастерская. Тоже хорошая мастерская. Хорошие мастера были. Прекрасно делали. Но закрылись. И здесь в нашей округе прямо говорят, что где-то есть. Но когда не знаешь, кому отдаешь. Прямо как-то и не очень. Но пока тепло, можно так походить еще. Я люблю такой свободный покрой. Чтоб мне было удобно. И шеду за продуктами или еще куда-нибудь так. Хотела купить спортивный костюм. Ехала в этот шарм. Потому что Олег и Валя показывали, что они именно там в Дарье были. И были костюмы. И цены были замечательные. И я туда потянулась. Я поехала туда, к Мише, к этому. Они говорят, а мы летом не продаем. Они не нужны никому. Я говорю, как не нужно? Я специально с Беларуси ехала. Летела к вам, чтобы купить костюм. А вы говорите, не нужно. Я говорю, думаю, что не одна я. Ну, так вот, не купила. А здесь что-то у нас, во-первых, как он называется, магазин. Формель, что ли. Там цены паховые. Это не по моему карману. А в этом хватайке что-то не попадается. Мне такой вот, моего размера. С моим размером вообще очень трудно купить. Маленького роста, метр пятьдесят три я. А все везде на метр семьдесят. И потом вот эти штаны переделывать. Байки отдавай, рукава отрезай. Ладно, девочки, я уже сто раз сказала на этом все. А теперь точно все. Пока. До следующего видео. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok